здравствуйте граждане фотошоперы как я обещал покажу как выделять волосы из фона и мы еще попутно с вами разберем по винтикам такой фильтр как выделение и маска за все существование фотошопа много было способов выделения волос из фона например один из таких способов это выделение сложных объектов через каналы да да есть такая штука фотошопе если коротко то большинство цифровых изображений находится в цветовом пространстве rgb не забивайте себе голову лишней информации знайте лишь одно что все цвета которые были использованы здесь на изображении были составляющие из трех цветов это красный зеленый и синий чтобы вам было более понятно перейдем в меню и покажем каналы в цвете редактирование настройки интерфейс при смешивании всех этих каналов у нас как раз и получается полноценное изображение вернем назад в черно-белое состояние из самый контрастный канал на этом изображении это красный получается так что чем больше изображено на канале белого цвета тем больше использовался красный цвет на этом изображении и тут мы применим небольшую хитрость извини схитрил чутка только не яврум а этот применяем каналу корректирующий слой уровни а если же у вас нет такой палитры находится нам в меню окно в общем поищите здесь так вот с помощью этих ползунков мы установим чтобы отображалась на корректирующем слое чисто черный и белый цвет как вы теперь понимаете мы можем выделить белые цвета и что самое главное это белые цвета совпадает с волосами на девушке возвращаем отображение и переходим в палитру слои уровни мы отключаем и еще мы можем подправить с помощью инструмента лосов выделения вот и все мы можем скопировать на новый слой это выделение или же вы можете поставить хотя бы лайк этому видео так себе на любителя получилось выделение но это классика так деды наши в фотошопе выделяли время на месте не стоит и разработчики такие подумали а давайте мы что-нибудь такое да и такая да сделаем и не помню какой версии она вышла помню в cs5 точно была и уже выше по обновлениях она дорабатывалась и мы имеем в результате довольно таки удобный фильтр находится он в меню выделения для него как раз и существует сочетание клавиш alt плюс control и еще нужно нажать на английскую букву р в общем нужно стать пианистом чтобы вызвать выделение и маску через сочетание клавиш поэтому заходим и не выпендриваемся здесь у нас инструменты параметры инструментов и настраиваемые свойства начнем с инструмента быстрое выделение с ним и выделяем объекты плюс добавляет выделение минус наоборот удаляет и еще у нас есть настройка размера кисти уточнить край с помощью него как раз и мы выделяем волосы только есть такая маленькая хитрость нужно изначально выделять запасом чтобы потом можно было пройтись данным инструментом кисть работы как самая обычная кисть photoshop и только здесь она находится на маске также ки все порядочные кисти имеют настройки такие как размер жесткость а зачем здесь интервал можем и только догадываться напишите в комментариях зачем она здесь я лично не придумал но зато мы можем ее поворачивать сделать ее приплюснутой это классная и удобная фишка здесь им большой плюс но выбрать кисть мы не можем считать это минусом по сути эта функция здесь и не нужна зато мы сможем подключить планшет перо используется если фон сливается с персонажем и быстрое выделение не может закрепиться за контуром а так пером и готова из параметров это добавление выделения вычитание и пересечении рука для того чтобы делать вот так но кто не знает вот так делать можно при любом инструменте и просто нужно зажимать пробел масштаб это вывод изображения на полный экран подгон под окно стопроцентный размер изображения а все остальное от лукавого все мы быстренько выделяем со всеми этими инструментами и готова вот на эту панель можете попросту забить единственное что вот непрозрачность это лишь для вашего удобства и вывод самого выделения самое распространенное это выделение оставляет так как есть и сам слой маска ну сами догадываетесь что он создает маску на слое нажимаем на ок и у нас все готово выделение у вас есть хотите копируйте его на новый слой нажимая control plus jet или же создавайте маску в общем думайте что вы с этим всем будете делать а на этом у меня все оставляйте свои комментарии ставьте лайк или же дизлайк и давайте до встречи